Здравствуйте, уважаемые! С вами я, Маклаксон, и добро пожаловать на новую серийку по MySummerCar, ребятушки. Да, каждый день серийка по MySummerCar, никак без этого. Так что, без лишних предисловий, продолжаем. В прошлый раз всё пошло не совсем по плану. Я уже надеялся, что моя Сатсума наконец-то заведётся. Я, блин, уже привёз бензин для неё. Я уже колёса практически добыл. Осталось только обуть их в резину у механика. И она какого-то хрена не завелась. Я не знаю, в чём проблема. Я боюсь, что мне придётся перебирать весь мотор снова, но это капец. Я его только собрал, только установил. Если его сейчас опять доставать и пересобирать, это полная жесть будет. Короче, вот я не знаю, как мне с этим сейчас быть. Я надеюсь, что у меня получится её всё-таки запустить уже скоро. А то уже какая-то, уже восьмая серия, по-моему, по MySummerCar. Ой-ой-ой, надо акун заряжать. Так, а у меня по-прежнему Сатсума ещё как бы не на ходу. Ну, в общем, что, пока какое у нас решение. Нам нужно только, получается, что нам остаётся? Сохраняться, ждать понедельника и ехать в лоб пока механику. Обувать колёса на резину, ставить саму Сатсуму на колёса. И уже получается, что уже тогда пробовать, снова заводить. И там, я не знаю, опять движок, походу, придётся пересобирать. Вот, а пока можно, кстати, заняться тем, чтобы сварить брагу. Это ещё один способ заработка. Кто не знает, как это делать, сейчас мы с вами в этом разберёмся. Я всё покажу и расскажу. А пока утолим наши, так сказать, все нужды, как обычно. В общем, ребятушки, смотрите. Прежде чем начинать варить брагу, нам нужно совершить ещё как минимум две... Или сколько? Сейчас скажу точно, ребят. Подождите, сколько у нас бутылок? Вот этих вот. Раз, два, ладно, три, четыре, пять, шесть. Шесть бутылок, да, у нас? Да, у нас шесть бутылок. За раз в магазине, в общем, можно взять максимум шесть бутылок. Затем нужно ждать, пока обновится ассортимент. И купить ещё шесть. Будет уже двенадцать. Потом снова, так сказать, уехать домой. Там, позаниматься своими делами. Потом ассортимент обновится. Мы снова приедем, купим ещё шесть бутылок, уже восемнадцать. И потом поехать ещё раз. И купить ещё две. Чтобы у нас было двадцать штук. Брать больше смысла нет. В общем, смотрите. Этот сок мы с вами вот так вот берём. И выпиваем. После этого бутылка... Где она? Какую бутылку я только что пил? Вот. Она становится пустой. И вот эти пустые бутылки в количестве двадцати штук нам пригодятся для того, чтобы сварить брагу. А для этого нам пригодится, собственно, двадцать таких бутылок. Потом здесь у меня записано шесть упаковок сахара. Этого у нас уже достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, семь, восемь, девять даже. Ну, шесть упаковок сахара. Это на одну варку, так сказать. И одна упаковка дрожжей. Поэтому всё время, когда мы приезжаем в город, можно сразу брать сахара по максимуму. И, ну, дрожжи как бы. Одна упаковка на одну полноценную варку. Вот. И уже после этого мы начнём варить брагу. Будем её продавать алкашу. Вот. И, кстати, вот этот сок. Я вот точно не знаю, что это вообще такое. Ну, тут написано... Короче, это сок. Наверное, это реально сок. Он почему-то утоляет не жажду, когда мы его пьём, а голод. А жажду он, наоборот, прибавляет. Возможно, потому что он сладкий или ещё что-то такое. Ну, в общем, поэтому как раз, ребят, по мере опустошения 20 бутылок, можно утолять этим сам голод, чтобы не тратить там сосисочки и прочее. Так, значит, что? У нас суббота. Время. Время, время. Семь вечера. Хорошо, я сейчас, наверное, разок-другой сохранюсь, чтобы наступила ночь. Посплю, чтобы уже было воскресенье. Так, хорошо, аккумулятор почти заряжен. Пока снимем. Тоже надо не забывать, если его слишком сильно зарядить, я не знаю, что будет, но, скорее всего, он тоже сдохнет. Кстати, у нас ещё дядя даже фургон не забрал. Можно этим воспользоваться и... А, блин, подождите, а воскресенье ТМ работает или нет? Сейчас я найду. Нет, ребятушки, ТМ у нас в воскресенье не работает. Хотел сказать, можно было бы съездить в город заодно пока и купить ещё сока и сахара. Но, к сожалению, нет. Ладно, тогда я буду просто ждать сейчас наступления понедельника. Да, мне предстоит всё воскресенье. Сохраняться, заходить, сохраняться, заходить и так далее. Всё для того, чтобы скипнуть время. Ну что ж, увидимся ближе к понедельнику, друзья. Итак, ребята, практически целое воскресенье я потратил на то, чтобы нарубить дров сразу. Я просто проснулся между субботой и воскресеньем и понял о том, что мне нужно накопить усталости, чтобы мой персонаж в ночь, в воскресенье, на понедельник хотя бы уснул, потому что без усталости я просто не лягу спать. И что мне спрашивается делать всю ночь в темноте? Поэтому я решил сразу нарубить дров. Целый полный прицеп заполнил, всё, трактор он туда отогнал. Зато теперь у нас всё будет готовенько стоять. И когда настанет тот момент, когда нам вновь позвонит мужик и попросит продать ему дрова, у нас уже всё будет готово, потому что процесс этот нарубания и загружения прицепа немножечко муторный. Вот, и как раз самое время было им заняться сейчас, когда мне особо-то делать нечего. Поэтому я поборол себе и сделаю это. И всё, теперь у нас всё готово. И осталось только дождаться. Ну и плюс это хорошие денюжки. Напоминаю, что 3000 марок, да, по-моему, 3200 он дал. О, это очень неплохо, неплохие деньги. Конечно же, мы всё это будем потом вкладывать в Сацуму. Так, почему у меня мотоцикл валяется? Всё, ты должен стоять. Ну что, осталось... Я даже не знаю, сколько время сейчас. О, ещё только 4 часа дня, капец. Ну надо... О, кстати, можно попить сок, чтобы утолить голод. Вот, видите, он снимает голод, но почему-то добавляет жерда. Я... Что это такое? Я не понимаю, почему это так работает. Ну ладно, пускай будет так. Так, давайте как раз опустошим бутылочки. Вот, пользуясь случаем. И сейчас ещё надо будет жажда утолить. Ну, благо у нас дома есть краны. Вроде как за воду мы не платим, это хорошо. А то за свет ещё. Ну, кстати, за свет счёта не было. Я вот ходил недавно. Пока везёт, пока везёт. Так, давайте. Ой, 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 подождите. Надо обязательно справить нужду. Да, я знаю, что у меня есть туалет, и я хожу в душ. Просто я уже здесь привык. Вот. Надо срочно справить нужду, ребят. Если мочевой будет переполнен, я точно не помню, что будет. Но если вы будете ультрамного пить и не будете справлять нужду, то, по-моему, может произойти непоправимое. А именно, ба-бах, и персонаж, по-моему, сдохнет. Я точно не знаю. Можно будет как-нибудь, когда-нибудь, если мне это придёт в голову, я вспомню, проверить эти теории. Вот. Проверить, что будет, если там что-нибудь довести, так сказать, до максимума. Так, вот. Можно ещё теперь попить из крана водички. Ну, всё, сейчас остаётся снова сохраняться до самой ночи. И то усталости у меня меньше половины по-прежнему. Ну, я надеюсь, что я просплю там хотя бы самую темноту. Вот. А в понедельник уже можно будет садиться в фургончик и ехать к механику. У механика тоже рядом есть там туалет. Типа такой деревянный, уличный. И через него тоже можно сохраняться. Так что там тоже по необходимости можно будет просто время промотать немного и подождать, пока он откроется. Так что... Так что всё. Ждём понедельник. Ну, всё, ребятушки. Наконец-то наступил понедельник. Я поспал. Я сейчас один раз сохранился. И вот у нас раннее-раннее утро. Теперь, наконец-то... Хотел бы я сказать, можно ехать к механику. Но есть одно но. Так, ладно. Аккум нормально. Есть одно но. То, что дядя забрал у нас чёртов фургон прямо тогда, когда он нужен. Чёрт его дери. Есть, конечно... Так, подождите, его нету тут. Блин. Вот, блин, а. Есть, конечно, вариант... Взять лодку и сплавать на лодке. Ну, блин, я хотел нормально поехать. Я, по-моему, ни разу ещё на лодке не плавал в Лоппе. Ну, я не знаю. Наверное, можно этим заняться. У нас другого выбора сейчас просто нету. Вот, придётся сделать так. И плыть с колёсами на лодке. Мне сейчас ещё главное просто найти тогда нужный курс. Потому что... Потому что я не знаю точно. Я знаю, что Лоппы примерно находятся вон в той стороне, где-то справа. Вот, нужно грамотно к нему приплыть. Так что давайте сейчас заберёмся до лодки. Во-первых, её нужно наверняка ещё заправить. Вот. Так, ну, смотрите. Там... Это что? Это танцпол, да, по-моему? Сейчас, ребяточки, сейчас проверим. Можно, конечно, плыть наугад. Но это, конечно, такое себе. Да, вот я знаю, что там остров, там город. Там у нас танцпол. Да, это точно он. Ну, получается, что Лоппы у нас где-то там. Я думаю, что мы его найдём. Возможно, вот так вот ещё нужно туда заплыть. Ну, во-первых, давайте заправим лодку. Хорошо, что я оставлял здесь двухтактное топливо. Как видите, всё в дело. Всё пригождается. Не зря я говорил это делать. Ну, бак у нас практически полный. Ну, почему бы, как говорится, не залить ещё, да? Ой. Открутил крышку. Давайте дозальём. И оставим канистру здесь, чтобы она просто не болталась в лодке. Мало ли, там выпадет. Кстати, смотрите, ребят, там... Сейчас. О! Там тоже плавает какой-то NPC на лодке. И с ним, по-моему, никак нельзя взаимодействовать. Он здесь просто нужен для красоты какой-то. Всё. Sit down. Заводимся. Первое. Полетели. Так, ну, давайте определимся с тем, куда плыть. Можно, конечно, просто плыть вдоль берега, и рано или поздно мы туда приплывём. Я надеюсь, там выход вообще с воды есть. Но, по-моему, да. Он там должен быть. Наверняка здесь рассчитано то, что мы можем перемещаться между такими ключевыми локациями, как город и Лопа, и наш дом. Собственно, на лодке. Раз уж тут даже к танцполу можно приплыть. А, ну да. Вон оно, Лопа. Чё я? Прямо по курсу, по-моему, это оно. Ну, всё, тогда плывём туда, и сейчас точно посмотрим. Так, ребятки, есть одна небольшая проблема. Я приплыл. Вон там эти строения, на которые я ориентировался. Но здесь уже берег. И я не понимаю, это здесь или это где-то в другом месте. Сейчас я посмотрю карту и попробую понять. Да, это здесь. Это здесь. И это капец, потому что мне, походу, теперь придётся бежать здесь пешком в обе стороны. Полная жесть. Я... Капец, блин. Я думал, здесь будет ближе. Всё, главное, лодку не потерять. Ну, ладно, чё поделать. О, смотрите, едет поезд. По-моему, мы увидим здесь первый раз. В принципе, не так далеко, конечно. Ну... Блин, носить по одному колесу, это, конечно, полная жесть. Ну, я надеюсь, что сейчас там будет, это, как её называют, водоколонок, чтобы мы могли жажду утолять. Потому что там у нас... Как видите, когда мы бежим, у нас очень стремительно жажда растёт. Так что я не знаю, хорошая ли это идея. Но нам в любом случае надо с вами хотя бы добраться туда, чтобы ему заплатить, чтобы он колёса пока обывал. Потому что это всё равно занимает время. Так что, ну, пока бегу, чё. Как получится. Где я вообще? Здесь стоит какая-то грёбанная вышка и дом. Это не лопа? Я не понимаю, что это. Я думал, что это лопа. Я думал, что это тут дом механика. Бля, пацаны. Походу, мне придётся просто возвращаться в главное меню и перезаходить. И, я не знаю, менять стратегию. Нахрена тут стоит этот сарай? Он пустой. Да. Ладно. О, кукурузное поле. О, поезд. Здорово, здорово, да-да. Это вон мне сигналь, если вы не поняли. А чё, давайте я хотя бы попытаюсь пон... Э, как мажет. Хотя бы попытаюсь понять, в какой стороне лопа находится. Видите, у меня жажда уже. Всё, я сейчас долго не вывезу. Так что надо будет сейчас, походу, перезаходить. Так, ну, погодите. Железная дорога. Она проходит в не столь многих местах. Но лопа, по-моему, там. Погодите. Так, срочно. В прямом эфире. Открываем карту. А, непонятно. А, подо... А-а-а-а. Вот я идиот. Вот где я нахожусь. Я нахожусь, знаете, где, ребята? Место, куда нужно вести пьяного друга. Тыры-пыры. Короче, здесь где-то рядышком дом алкаша должен находиться у нас. Да. А лопа у нас намного левее. То есть, где-то вон там. Ладно, что ж. Дубль 2. Ну что, друзья. На этот раз я подготовился основательно. Я снова залил целый бак топлива. Взял с собой ящик пива, чтобы пить и утолять жажду. А также взял мопед грёбаный. Чтобы на нём перемещаться от мастерской флитари. Так зовут, кстати, механика. До нашего, так сказать, пристанища, куда мы приплывём. Вот. А плыть нам, кстати говоря, нужно, я так теперь понимаю, примерно куда-то туда. Короче, пока плывём просто за этим челом. Уцените. Телефончик. Юбрируют пишут люди. Так. В общем, что? Пока просто плывём. Не знаю. Найдём, найдём место. Я надеюсь. Всё. Мотоцикл с нами. Всё нормально. Мы сможем перемещаться. И возить колёса. Так что едем, ребят. Ребята, у нас только что ДТП случилось. Вы посмотрите. Я охренел. Я поворачиваю голову. А тут этот летит на своей лодке. Блин, в меня врезался. Я, блин, чуть не обрятывался. Я ещё еду сосредоточенно. Так смотрю на эти кусты. Пытаюсь понять, куда нам плыть. Короче, в прошлый раз мы были вон там. Теперь я плыву левее. Так. Ну, наверное, ещё левее надо. Сейчас посмотрим. Вон там эти горы, где находится клуб. И недалеко от них, прямо рядышком лоб. Вот как будто где-то вот за вот этим холмом. Я надеюсь, что там можно проехать. Очень на это надеюсь. Ё-моё. Такое деревья. Дайте мне хотя бы дом увидеть. Чтобы я понял. Есть ещё один ориентир, конечно. Вот. Есть такой. Итак, ребятушки, у нас... Так, тихо, мотоцикл надо следить, чтобы у нас в воду не упал. Потому что если он упадёт, ребята, в воду и на дно, всё. Прости, прощай. У нас его больше никогда не будет, потому что мы его достать не сможем. Только если использовать чит. Вот. В общем, что, ещё один ориентир. Это у нас... Так, а это что за такое местечко? Куда можно заплыть? Ну-ка, ну-ка, поплыли-ка туда, ребятушки. Во всяком случае, оно уже ведёт нас ближе к дороге. Гляди, лопы там будут. Блин, мне задолбало эта лодка. Её то вправо, то влево ведёт вечно. Не может прямо плыть. Зараза такая. Так, так, а найти бы потом ещё дорогу домой. Со стороны города я привык плыть. Не знаю куда. А здесь главное потом не запутаться. Вот. Ё-моё, нам же это обратно, потом ещё полная лодка будет, колёс. Ё-моё. Такая жесть. Ребят, я не пойму, куда я плыву. На картах такого нету. Ну-ка, ну-ка. А, нет, ребята. Мы плывём прямо к лопы. Отлично. Просто превосходно. Сейчас здесь будет мост. Скоро. Всё, замечательно. Тогда не придётся... Блин, зря мотоцикл брал. Ё-моё, а. Ну ладно, где он уже там? Вот он, вот он, ребята, наш мостик. Сейчас главное ещё под него пролезть. Хотя стоп, зачем нам под него пролезать? Лопы-то здесь. Фу ты их. Тогда чё? Нам нужно... Сейчас развернуться. Получается. Давайте аккуратненько это делаем. Так. Хорошо. К берегу плечи... Причалили. Всё. Глушим движочек. Надеюсь, что наша лодочка никуда не свалит. Давайте мотик хоть сюда уже на поверхность, так сказать, достанем. Всё, отлично. Ну, ящик пускай лежит. Он нам пока просто там не нужен. Погнали на мотоцикл сядем. Так, топливный вниз, кранчик. Давай, поднимайся. Так, отлично. Блин, сейчас в горочку угазовать. Такой себе. Давай. Отлично. Давай, разгазовочка. Пошёл, пошёл. Молодец. Ой, блин. Что ж за это самое сегодня? Все меня сбить пытаются. То этот лодочник, грёбаный. То кузен наш на этом зелёном своём фиате гоняет. Благо сегодня хотя бы ралли не проходит. Всё, ребят. Видим, стоит масл. Кар. Это, если что, машина-механика. У нас тут... Ой. Ворота открыты. Всё. Нас ждут. Прям, прям нас. Механик работает с 8 до 16 часов, ребятушки. Заходим, диски пусть лежат там. Здорово, привет. Что у тебя на уме, молодой человек? Пой ла мьенеса. Да. Итак, находим страницу вот с колёсами. Итак, смотрите. Есть стандартные покрышечки за 1750. Это вот это вот. Есть вот такие колёса. Гомер и Гобра. Они уже более... Ну, уже с протектором. Вот. Так, это у нас, по-моему, какие-то... Так. А, вот, смотрите. Это дорожная резина. Это европейская. Вот это для ралли. И это сликовая, для драга. Ну, нам, естественно, сейчас пока никакого ралли и слика не надо. Ну, и брать слишком, знаете, голую, самую дешёвую резину тоже не советую. Она же всё-таки имеет свойство стираться. Поэтому возьмём вот такую за 2110. У нас ещё скидочка 10%. Вот. Итого отдадим всего лишь 1900. Деньги позволяют. Нажимаем сюда. Всё. Теперь это займёт у нас примерно... Ещё минуток, ребята, наверное, 30-40 реального времени, к сожалению. Да. То есть мне сейчас, как вы понимаете, придётся здесь... Сейчас снова ходить, бродить вокруг его мастерской. Чалиться. Вот. Вот тут, кстати, сохраняться можно, ребят. Вот туалет. И смотрите, кстати, ещё сразу приколюшечка такая. Здесь вокруг механика у нас разбросаны различные детали для нашей сатсумы. Тоже можно сразу их, кстати, подобрать. Сюда стаскать. Сейчас я подобрал радар. Вот. Они, кстати, разбросаны рандомно. То есть не факт, что у вас будут именно эти же предметы в этих же местах. Они просто могут быть где-то здесь. Вот. Показываю просто основные места. Это радар для того, чтобы определять, стоят ли на дороге полицейские. Но его нужно снимать, когда подъезжаете, иначе полицейские вам за него штрафы забабахают. Вот здесь под остановкой у нас находится... Кстати, достаточно повезло. Руль GT и клапанная крышка GT. Как видите, мы уже сможем нашу сатсуму немножко преобразить. Вот. Но сделаем мы это уже после того, как мы ее для начала хотя бы заведем первый раз. И еще надо будет получить на нее номера, ребят. Да-да. Сделать номера. Уже потом, после того, как мы получим номера, можно делать с ней что хотим. Ставить что хотим. Менять. Вот. Если она сразу будет в каких-то гоночных у нас там обвесах, штуках. Новый карбюратор гоночный. Там радиатор. Да. У нас она просто не пройдет проверочку. Вот. И нам не выдадут номера. Инспекция нас не одобрит. Вот. А вот, ребят. Еще здесь за машиной длинные задние пружины. Чтобы подвесочка задняя была чуть приподнята. Ну, думаю, по нашим этим дорогам понятно, что это тоже необходимая мера. Поэтому их мы тоже обязательно потом поставим. Вот. Но опять же потом. Когда получим номера. Пока что. Сейчас принесем вторую пружинку, ребят. Я сохранюсь. И буду ждать, пока механик закончит с колесами. И повезем их домой. Вот. Надеюсь, что... Раньше я всегда уезжал, когда ждал, пока он сделает колеса. Я скатался домой. То есть возвращался вообще на следующий день. Но я надеюсь, что сейчас он их нам как бы устроит. Все. Идем в туалетик. Сохраняемся. И, ребята. Что ж. Как говорится. Ожидаем наши колесики. Ребята. Прошла целая чертова куча времени. Что я, спросите, делаю дома? Я уже там жду, жду. Сохраняюсь, сохраняюсь. У нашего механика уже скоро рабочий день закончится. Не знаю, сколько сейчас время. Три. Все. Он уже не работает. Поэтому у меня еще там жажда быстро копится. Голод копится. Я принял решение, что... Либо я сейчас валю домой, либо я там не знаю, как себя буду спасать. Поэтому я оставил все вещи там. И чисто на мотоцикле приехал домой. Чтобы поспать. И завтра колеса уже будут 100% готовы. Завтра мы их заберем, ребята, 100%. Короче, да. Это пипец настоящее приключение. Я уже заколебался, как не знаю кто. Поэтому предлагаю сейчас просто сохраниться. Снова. Вот. Дождаться ночь. Поспать. И утром опять херачить обратно к механику за колесами. Это... Тупой дядя. Нахрена он забрал свой грузовик? У меня уже... Самый нужный момент он это сделал. Ублюдок. Вот ублюдок. Ну... Ладно. Снова. Увидимся с вами уже у механика во вторник. Чего мне сейчас вот это, да, показывать, растягивать? Вот чё, где у него грузовик? Сколько можно работать? Ты, алкашня старая. Тебя уже права должны забрать. Ладно. Всё. Я жду вторник. Ну всё, ребята. Наступил вторник. Я снова уже практически приехал. Вон там домишечки. Где-то сейчас должны быть скоро. Или заберем поворот. Я уже, в общем, прямо на подъезде к лоппе. Если этот козёл не сделал их, я ему нахрен разнесу мастерскую. Я отвечаю. Уже время прошло много. Уже пора. Какого хрена они не готовы? Чё за прикол? Я не понимаю, реально. Ладно. Ладно. Давайте я сохранюсь. Вон ещё закрытый. Если по итогу окажется так, что колёса надо оставлять внутри, а снаружи нет, я... Я не знаю, что я сделаю. Но я раньше помню, я оставлял эти колёса прямо рядышком. Прям вот с этим, блин... С этой грёбаной дверью прямо к нему. И он всё делал. Всё было нормально. Вот они лежат до сих пор. И он открыт. Почему ты не сделал? Ты за что бабки с меня взял? Да на, забери их уже. Сделай их мне главное. Я их потом достать-то смогу. Подождите, давайте, знаете, как сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ставим их вот сюда, к стеночке. Здесь я их достать смогу. Не знаю, я уже кучу времени угрохал на это. У меня уже просто нету сил. И время. Да. Супер, просто супер. Ладно, ребят. Снова ждём. Всё. Снова ждём. Снова ждём. sequencefоворосster. Снова ждём. Да. Р копаем сорока от л sensitive. Ну, вопрос. Снова ждём. Всё. ceptа реактив 미래. всё. Потому... 5asınauten. Всё. 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 ё. Всё.